В последнее время мы фиксируем вспышки межконфессионального насилия в Ираке и Сирии. По поступающим сообщениям, в Ираке совершены новые террористические акты, целью которых были в первую очередь мирные жители. Жертвами диверсии в Багдаде стали более 40 человек, направлявшихся к шиитским святыням в городе Кербила. Еще 17 паломников погибли вследствие террористического акта в городе Масул. Пять человек в ходе нападения джихадистов на городское управление в городе Тикрит, где проживают в основном сунниты. В общей сложности по всей стране только за минувшие два дня вылазки террористов унесли жизни более 60 человек, свыше 100 получили ранения. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Поддерживаем усилия власти Ирака по решительному противодействию всем проявлениям экстремизма и терроризма. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что акты насилия совершаются с явным расчетом на то, чтобы посеять межконфессиональную рознь. Налицо попытки разжечь противоречия между суннитами и шиитами и на этой основе взвинтить дополнительную напряженность на обширных территориях не только Ирака, но также Сирии и Ливана. При этом используются схожие методы провокации террора против гражданского населения. Недавно, как сообщается, джихадисты предприняли захват города Адра в 20 километрах к северо-востоку от Дамаска и устроили там массовую резню. В числе жертв оказались оловицкие и друзские семьи. Всего было убито около 80 человек. В заложники взяты свыше 200 мирных жителей. В Москве убеждены, что подобным преступным деяниям, заслуживающим всеобщего решительного осуждения, нужно как можно скорее положить конец. Противодействие их исполнителям и спонсорам со стороны международного сообщества должно носить эффективный и бескомпромиссный характер.